Самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения. Все говорили, что снять это невозможно. Ну, мы и сами так думали, а потом взяли и попробовали. Представляем вам самый секретный дворец в России. По-настоящему царское место. Давайте подлетим достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях. Так, что это происходит? Какой-то синий брезент, окна законопачены, бассейн закрыт, стройматериалы лежат на земле, снуют еле заметные на фоне дворца рабочие. Что же происходит? Нам объяснили строители. Дворец был спроектирован с ошибками. Не работала вентиляция, тек потолок и высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали делать заново. Перейдем к интерьерам. Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. Или туалетный столик, тоже за 2 миллиона. В коридорах стоят диваны подешевле, видимо, для гостей. Вот, например, за полтора миллиона рублей. Или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей. А вот здесь была сделана одна из самых известных фотографий внутри дворца. Беззаботный рабочий прилег на диванчик, на котором позже будет возлежать августейшее тело. Ему стоит быть поосторожнее. Диванчик этот стоит дороже, чем его квартира. Ни у кого не может быть ни малейших сомнений в том, что это дворец. Внес ясность и сделал публичное заявление, в котором опроверг все сплетни и домыслы высказаны в его адрес. Ответить на главный вопрос и пролить свет на строительство скандально известного объекта недвижимости помог подполковник полиции Алексей Андрейченко. А сам Андрейченко является бенефициаром данного проекта. Да, это мой дворец. Откуда деньги на его строительство? Да что, он кому-то помешал, или что это, этот дворец? Почему такой роскошный дворец построили? Для кого роскошный, для кого, блядь? Так, не его.